Это вот держатель, да, давай вот так вот сделай, вот так, да. Знаешь, что бы мне хотелось? Подушку. Да, сейчас я возьму. Сиди, пока настраивайся. Привет всем, девчоночки. Здравствуйте. Так, пойдем по трансляции. Здравствуйте, Украина. Добрый день. Здравствуйте. Заняли уже? Ой, здравствуйте, Израиль. Здравствуйте, Вер. Здравствуйте. Ой, а я что-то забыла, как выходить в прямой эфир. Да? Это ты чего? Ох, какое разноцветие сердечек. Спасибо, девочки, большое. Это так приятно. Это так приятно. Арабские Эмираты, привет. И Кубань, здравствуйте. И Кубань. А какие мы все с разных уголков. Всем привет, привет. А кто откуда, девчонки, напишите еще. Я все-таки еще не сделала ничего. Я все хожу со своей базой медиум. Простите меня за такое безобразие. Но позвольте, я на это обращать внимание не буду. Что-то откуда вот эта тень, не знаешь? Вот эта. Или это перископ так, чтобы писанина видно было, да? Не знаю даже. Да, скорее всего, перископный градиент. А у меня вот такой маникюр. Не маникюрный уже? Здравствуйте, Смоленский, Краснодарский край. Здравствуйте. Иркутск. Иркутск. Великий Новгород. Великий Новгород. Боже мой. Здравствуйте. Привет, девчонки. Инстаграм. Ну что ж, девочки. Хочу сделать вместе с вами градиент. Такой вот темненький, ближе к зиме, да, подготовиться. Потому что зимой мы не делаем светлые градиенты, мы делаем тёмные. Иркутск. Иркутск, уже 5 лет живут. 5 лет, ага, понятно. Ждите в гости. Все хотят градиент. Да, девочки, мне пишут девчонки и просят что-либо показать по перископу, то есть каким образом это делаю я. Показать и научить, если у меня получится с вами поделиться именно с точки зрения педагогики. Ну что ж, поехали. Привет, Смоленск. Здравствуйте. Беру 164-й цвет. Это у меня будет цвет основы, то есть низ, да. Когда мне нужен цвет на кончике ногтя, я именно с него и начинаю. То есть с нижнего цвета. Покроем аккуратненько весь типсик, ногтик, да, или типсик, без разницы. Нам нужно покрыть тоненьким слоем. Слава Богу, у нас очень хорошие плотные гель-лаки, и градиент получается без проблем. Разнесу, чтобы его не было много, чтобы он лег тоненько, но укрывисто. Трансляция останется, да. Да, мы не удаляем трансляций. Нам совершенно не нужно, как говорится, собирать народ, чтобы он весь был здесь. Вот я немножко у типса не смахнула пылинки. Видите, что получается и на ногтях тоже, когда не смахиваешь пылинки. Ну да ладно, это не ногти, это типс. Отправлю в лампу, и пусть наш типсик заполимеризуется. Ну, как правило, полимеризуем мы 30 секунд или минуту. Зависит от мощности вашей лампы, а также зависит от плотности гель-лаков. Если они у вас не очень плотные, то 30 секунд достаточно. Ну, соответственно, если мощная лампа. То есть, когда мы говорим о времени, мы имеем в виду всегда только мощную лампу. 48 ватт, в принципе, достаточно. Да, вот девочки, знаете, человек 2, наверное, мне писали о том, что у них проблемы с просушкой гель-лаков. В чем может быть проблема? Проблема либо в лампе, либо в нанесении. Может быть, вы слишком очень плотно наносите, потому что гель-лаки мега пигментированные, и для них нужна хорошая лампа. Не может быть, чтобы сотни, тысячи человек делали работу нашими гель-лаками, у них все было хорошо, а вот у двух-трех людей, например, какие-то проблемы возникали с гель-лаками. Проблема не в гель-лаках, нанесение либо лампа. Обратите на это внимание обязательно. У тебя хорошо видно? Ну, иногда вы закрываете. Так, а что у меня тут получается? А ты мне говори, чтобы я открыто работала? Да, открыто работаете, открыто. Вот так вот. Не прячьтесь, да? Откройте душу. Как убрать теперь сообщение, которое у меня вылезло? До свидания. Всего доброго. Так, я беру теперь темный хамелеон 87-й. Если у вас плохо получается градиент чистыми цветами, то предлагаю сделать его легко и просто, взяв верхним цветом хамелеон какой-нибудь. То есть цвет, который имеет и шиммер, и в то же время какой-то перелив. Сиреневые сердечки прям под цвет. Спасибо, девчонки. Итак, смотрите, я прокрашиваю аккуратненько. Ай, как много у меня гель-лака на кисточке. Много ни к чему. Аккуратненько прокрашиваем. Да, спасибо, спасибо. А, она говорит, это я вам писала, да? Не знаю даже, девчонки, точно не помню. У кого-то помню чёрный. Смотрите, я прокрашиваю тёмным цветом только одну треть. Мне кажется, всё-таки темно, и девочкам не будет видно сам градиент. Вон там у тебя хорошо видно? Ну, у меня подальше. Ты в шопортной вышла? Да, да, да. Всё, видите? И вторую половиночку задавайте вопросы, девочки. Анастасия мне помогает читать. Если что, вдруг что-то не так, то пишите. И очень тоненько, практически пачкаю край ногтя или типса основным цветом гель-лака. Основным я считаю вторую половину, как говорится, ногтика, то бишь край. Здесь вот у меня ворсинка. Сейчас мне будет мозги крутить. Тонко-тонко-тонко. Да, девочки, у нас была проблема с 81-м. Вы помните, да, у кого он встал прямо во флакончике? Была вся партия такая бракованная. Если у кого-то случилось подобное, присылайте нам фото вашего флакончика, и мы вам заменим на хороший. Потому что буквально через 5 дней к нам придут 81-е цвета уже не бракованные, исправленные. Производитель возвращает нам все проблемы на эту тему. Так что пишите. Теперь я беру немножечко верхнего 87-го, смотрите, и отправляю его на бумажку. Чуть-чуть. Это мне буквально попачкать кисточку. Здравствуйте. Привет. Буквально попачкаем кисточку. Вот так. Смотрите, что я делаю. Кисть у меня единичка Калинский. ДК-13Р. Видите, да? Вот этой кистью я буду делать градиент. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сделайте себе скрин, чтобы у вас осталась картинка этой кисти. Замечательно. Вижу фотоаппаратики, значит, вижу, что вам это действительно надо. И тема, в принципе, для вас интересная. Отлично. Ну всё, двигаемся дальше. Скринов было очень много. Значит, в принципе, это то, что нужно нашим девочкам. Мы очень рады, что мы попадаем, как говорится... Для меня больная тема градиент. Да, смотрите, что я делаю с кистью. Видите, я её буквально купаю. Вот. И у меня получается такой вот, видите, рыбий хвостик. Вот. И теперь, положив кисть совершенно параллельно ногтю или типсу, я начинаю смешивать два цвета. Аккуратно, на границе. Видите, я буду работать медленно, чтобы вам было видно. Вы видите, да, что здесь у меня получился забор, но я к нему не возвращаюсь. Я ещё раз буду возвращаться после. Я продолжаю смешивать вторую уже строчку. Вот таким образом. Видите? Теперь я смешиваю третью строчку, захватив её наполовину. Что там пишут девчонки? На вычинок и лаков ожидаются, спрашиваю. Да, ожидаются, девочки. Как придут, мы об этом расскажем. Конечно же, ожидаются. Нам без этого неинтересно. Без новинок. Просто немножко нам их задержали. Вот, видите, мы пробежались. Мне кажется, что им темно и не видно. А, Настя? Что можно с этим сделать? Всё хорошо видно. Я не знаю, почему так. Правда? А? Девочки, всё хорошо. Мне не видно. Хорошо вам видно или нет? Вы когда под другим углом, когда вы красите, прям видно хорошо. Да? Ну, отлично. Я вытираю кисть, обезворсываю салфетку, но, правда, всё равно на неё... У других красиво так выходит, сама начинаю, а такой ужас. И смотрите, я теперь снова купаю кисть. То есть, для чего мне это нужно? Мне нужно набрать необходимый, так скажем, подтон на кисть и в то же время её приготовить к градиенту. Смотрите, у меня вот торчит кусочек, да? Его бы срезать, ну да ладно. Сейчас за ножницами бежать. Мы будем как-то его игнорировать. Вот так наверху его оставим. Вы большие есть, если хотите. Не хотите откусить большими? Ну, давай откусим. Большие ножницы нашлись. Оп. Мастер-класс. Как срезать большими ножницами, да. Так, и помчались заново. Захватываем большую массу цвета и как бы, едва скользяне, не вбуравливаемся, скажем так, во всю толщу цвета, да, а аккуратно скользим по верхушке. Видите? Кисть параллельно лежит. Дальше продолжаем. Привет, девчонки, здравствуйте. Двигаемся, двигаемся. А кисть купать в сторону свечи? Дальше продолжаем. В нижнем, в верхнем. В верхнем, в верхнем, девочки, да. И продолжаем. Каждый штришок мы ведем, ведем, ведем. Я вытираю кисть, снимаю излишки и в то же время готовлю ее для градиента. И продолжаю, видите, вот здесь. Всем привет, девчонки, здравствуйте. Видно там у тебя, Настя? Да, да, хорошо все, да, они все пишут, видно, видно, видно. Ну, отлично. Ну, просто смысл показывать, если люди не видят, да? Когда вы меняете, вот так, как раз прям супер видно все. Ага. Так, вытираю снова кисть. Так что не переживайте. Не переживаю. И снова возвращаюсь на верхушечку. Смотрите. Аккуратненько поглаживающими такими движениями, Сколько существует мастеров, столько существует и техник. У каждого своя. И единственная ваша задача – это понять, как делает, как говорится, каждый мастер. И самое интересное, что когда вы поймете, как делать градиент, вы его делать будете по-своему. Привет, привет. Терпение и труд все перетрут. Видите, каждую строчку я захватываю наполовину. Да, конечно, очень важно понять, просто понять, как это получается, то есть какие должны быть движения, как должна лежать кисть, насколько сильно или, наоборот, легко нажимать на кисть при работе вот такими вот движениями. Покажи, пожалуйста, черно-красный градиент. Черно-красный градиент – это самый сложный градиент, поэтому вы у меня его спрашиваете. Можно сделать, но уже не сегодня. Есть у меня такие градиенты. Вот, смотрите, теперь я только аккуратненько, аккуратненько поправляю там, где мне не очень нравится. То есть пытаюсь разгладить какие-то грубые мазочки. Кисть Рублев, Калинский, номер один. И вот таким вот образом у меня отсвечивает, я ни черта не вижу. Настя, хорошо все градиентится? У меня уже в глазах это... Я вам через экранчик... Да-да, смотри. Так. Блик попадает прямо под глаза, и я не вижу, что я делаю. Это, да, градиент. Но, как видите, не видя, что я делаю, я просто делаю эту технику правильно. Да, черно-красный покажите. Как положено. То же самое, девочки, только еще дольше и кропотливей. Так, вот я вижу несовершенство и стараюсь их поправлять. Вот, посмотрите. А с двумя умеете делать? Сколько должна стоить такая работа на всех ногтях для одного клиента? Это всегда вопрос. Все зависит ценообразование. Я бы, знаете, как сказала, например, у нас в среднем в городе один ноготь, градиент, стоит плюс 100 рублей. Все ногти плюс 1000 рублей. То есть вот у вас стоит гель-лак с маникюром, например, полторы тысячи. И плюс еще тысячи... Сколько там получается? Тысяча рублей сверху, две с половиной. Если клиент готов, и вы готовы... Ну, это у нас в городе в среднем 100 рублей один ноготь градиент. Вот ворсинка, я не могу ее никак вытащить. И она мне крутит мозги. А мы ее не видим. А я вижу, она мне не дает. Вот она. Вот она, видишь? Ага. Слышите, мне внучка помогает общаться с вами. Мы тут мяучим. Так. Настя, видишь, где покровить нет или нормальненько? Сама сижу. У тебя тоже уже рябит, да? Нет, надо было сначала в перископ выйти, потом заниматься фотографией. А мы с тобой наловили бликов. А сколько вы тратите время на градиент? Вы лично мастер. Сейчас я нисколько не трачу времени на градиент. Раньше у меня уходило буквально, ну, наверное, 7-10 минут на ногтик. Где-то так. Не буду точно... Просто по времени сколько в идеале должно заниматься? К чему стремиться? К чему стремиться? 5 минут и готово. Не знаю. Отправляем в лампу, сушим. Вот знаете, мы люди настолько все разные. Леночка, привет. Мы даже можем готовить, кушать один и тот же борщ и все по разному времени. Понимаете? Я, конечно. Собираться или краситься. Кому-то занимает это 2 часа, а кто-то за, как я, 15 минут. Прежде всего, конечно, стремиться к качеству. Прежде всего. Поэтому так же и работать с гей-лаком. У кого-то занимает полтора часа, кто-то 3 часа. Спасибо, Леночка, за приглашенных читателей. Привет, Лена, ВИП. Поэтому, мне кажется, нет какого-то, знаете, стандарта. Если ваш клиент вас любит, он приходит к вам. Ему, иной раз, знаете, даже приятно посидеть с вами, поболтать. И там эти 3 часа, например, пролетают вообще незаметно. Хоть что вы там делаете? Рисуйте, градиентите, кусайте кутикулу. Что вы хотите делаете? Так, каким топом без липкого? Давай покроем и что-нибудь нарисуем. А что нарисуем-то? Что нарисуем на этом темном ногтике? Что будет красиво смотреться? Какой-нибудь белый силуэт? Может, какую-нибудь вензелюху? Или белый силуэт какой-нибудь, да, что-нибудь. Девчонки, что нарисовать? Привет, привет. Спасибо за вашу технику исполнения. Очень познавательно. Пожалуйста. Отвечаю я за Луизу. Да. У меня наращивание меньше 4 часов. Вот здесь вот немножко. Смотри, вот я сейчас только увидела. Вот эту сторону. Она у нас... Ну и не переживайте. Придётся закрыть дизайном, да? Нет, а я и не переживаю. Нет, я про девочку. Я почему всё проговариваю? Потому что, когда мы работаем с клиентом, не факт, что вот всё прям сто пудов получится. Да, не нужно падать в обморок. Увидели, что что-то где-то не так молча, сказали, это ещё не всё. Здесь будут стразы. Да, надо. И всё, тюжик посыпали стразы. Надо чего-то туда нарисовать. Привет, привет, девчонки. Здесь будут стразы. Слушайте, знаете, что можно сделать? Какой-нибудь рисуночек, и в нём тоже градиент. Прикольно получится. Ты как? Не знаю. Думаю всё же. Самое главное задать. Слушай, а мы возьмём и нарисуем Роме. Ромбик посередине, и сделаем в ромбике обратный градиент. Давайте попробуем, девочки. Как вы считаете? Наоборот, туда фиолетовый, сюда этот. Добрый день. А, девчонки, сделаем или нет? Молчат? Ну, молчат. А работают, наверное, они на... Может, они хулиганы? Все хулиганы. Все хулиганы. Вот это вот, смотри, вот это светит там сильно. Ну, темно. Да-да-да-да-да-да. Сейчас хорошо видно было. Нет, я хочу спрятать этот блик дополнительный вот под эту лампу. Да-да-да, давайте. Добрый день. Вот, спрятала я его, Настюш. Поехали. Да, конечно. Анастасия, я его спрятала. Так, берем 164-й, опять, да? Выкидываем его на палитрочку. Да, вот я тоже люблю поэкспериментировать. И нанесем ромбиком. Так, какой кистью будем рисовать? Да пусть и это же самое, собственно, кисть для градиента. Ромбичек, ромбичек, иди сюда. Вот так, раз. Зато мы точно видим, да, цвет, цвет, которым мы работали. Вот. Потом можно его чем-то обвести или стразами обклеить. То есть сделать его богатеньким таким. Таечка просится к подружке. Идемте, мы не можем. Вот таки. Так. И так. Сейчас мы вот тут вот. Чик. Чик. Как говорит мой зять старший. Старший так кто? Чик, Дима. Он младше, но он муж старшей дочери, поэтому он уже старший зять автоматом. И потому что папа больше по времени был в вашем зяте. Он мой первенец-то. Я не прячусь от твоего телефона, Настя? Немножечко, да. Все, мы сделали. Здравствуйте, Дима. Нарисовали ромбик из того же цвета, что был у нас низ, как говорится, который чуть-чуть-чуть у нас стал темнее из-за градиента, потому что мы тащили сверху вниз, да? Так, сейчас просохнет. И сверху мы нанесем восемьдесят седьмой. Вернее, не сверху получается здесь, да? А снизу, да, Настя? Угу. Привет, девчонки. Красоту утворим. Машу, машу вам всем. Сейчас снова будет градиент в градиенте. Так, теперь перевернем и темным цветом. Так, немножко не видно. Видно? Да. Девчонки, инстаграм, видно вам? Перископ я вижу-вижу. Вижу-видно. Здравствуйте. Младленные. Перископ ты вижу-вижу? Я вижу, что вижу. Что, девочки, вижу. Так. Девчонки. И вот так. Видите, да? Теперь я не буду наносить этот цвет встречно, потому что у меня здесь хороший липкий слой, и я боюсь, что это будет очень толсто, поэтому я постараюсь разнести свой синий. Кому-то плохо видно, кому-то видно. Аккуратненько по ромбику. Можешь мне вот это вот? У тебя там хорошо видно? Девчонки, как вам видно? Кто-то сказал видно, кто-то написал плохо видно в инстаграм. Перископ я вижу, что хорошо видно. Под лампой надо было лампу отвернуть. Сейчас ничем. А вот еще такое же. Очухаем. Она же Калинский. Да, да, да. Тоже единичка, кстати. Смотрите. Какая я богатая женщина. Конечно. Вы сами себя знаете. Порцы на здоровье. Да, да. Кисти, да. Да, перископ отличный, девчонки. Нормально пишет. И поехали. Растягиваем по липкому слою. Ракурс плохой. Камеру сверху можно. У нас сверху лампы, девчонки, для света. Вот так нормально. Я стараюсь к вам повернуться. Но, конечно, у меня теряется мое видение того, что я делаю. Но ничего. Просто пока еще цвета темные на темном, поэтому плохо видно. Сейчас обрисуем как-нибудь. Он сразу выделится. По липкому как круто, да? Просто по липкому слою тянем на нет, и все. Вот такие маленькие предметы можно растягивать чисто по липкому. Вот так. Кому-то из-за блика не очень видно. У кого-то фокус на палитру внизу падает. У кого-то... Стенки вертим, крутим, пытаемся сами видеть. И в два телефона, и лампу никуда не денешь, потому что она все-таки... Это же свет в моем окне. Свой светик, не стыдись. Я вам спляшу. Идеально пишет. Отлично, спасибо. Вот я пытаюсь сделать еще более идеально. Лезу снова в эту гущу синего цвета. Резкость нет. А теперь есть резкость. Все хорошо. Все, я считаю, достаточно тянуть с резкостью плохо. Отправляем в лампу. Все видно. Ах, кисти опять попали. Третий там, погляди, нету. Он у вас тут целый набор кистей. Полимеризуйте. Угощаю. Так, ну а теперь. Чем обведем? Каким цветом? Что сделаем? Давайте сделаем белым. Пусть будет хорошо видно. Или каким-нибудь розовым. У меня есть розовый. Есть ирис. И есть вот такой вот, наверное, ирис. Может, светло-сиреневый? Вот. Лаванда. Лаванда. Вон, серебряный пишут. Серебро. И всем будет хорошо. Иногда и нет не тянет. Так, девчонки, серебро нам еще не пришло. Серебро мы ждем. Поэтому, пардонте, сделаем... Да, золото и серебро красивее. Да, мы ждем золото и серебро. Поэтому мы сделаем лавандовым цветом. Вот зачем я туда засунула страйперную кисть, чтобы перемешать? Скажи мне, пожалуйста. Вот таким цветом очертим. Вот такой, да, серо-сиреневый. Как раз аккуратненький и нежненький. Так, теперь я запела. Ты что, Настя, со мной делаешь? Ты же знаешь, что теперь я буду петь. Я буду пить. Ты будешь пить? Вы посмотреть пришли? Идите на клейки клин. А я сначала кричит. Подхожу к ней на... Так. Просится. Поставлю я ее вам. Раз. А, два. Чик? Чик. Убежали. Сейчас я вот здесь отоберу немножко. А дальше... Чик. Чик. Так, дальше аккуратненько набрали на кисть. Вон уже получилась бомбежечка на кончике. От нее избавляемся. И аккуратно. Чик. Смешно, да? Я тоже смеялась, когда у меня Дима так говорил. Чик. То есть сразу принесем. Чирик. За кисть. Кисточка Юлии Билий. 0,0. 5, что ли, по липту? 5,0. Страйпер. Матовый топ, но нам обзорила пшиной не будет. А мы уже не отправили, да. Да, я что-то подумала, что у нас его и так разобрали все. У нас он остался вообще еще. Он осматривал его топа, осталось штук 10 бутылочек. Ну, он охрененный, куда его пробуют? И будем ждать до Морковкиной заговорни сейчас. Пока к нам придет он. Из-за этих выставок целая проблема с поставками. Что, ай? Я думала, ты за меня переживаешь. Что я где-то не так. Пляски. Я тут в дизайн ушла уже. Ай. Теперь у меня ай. Трек, трек, трек. До Морковкиной чего? До Морковкиной заговорни. Пока морковка сгниет, имеется в виду. Все, ты все? Ну что, Настя, что еще сделаем интересненького со своими стразами? Первый раз такое выражение? Вот так вот мы. Вот сделали такой. Что-то сюда добавить хочется. Что-то здесь делать, Лиза. Не пугай меня. Что же сюда добавить-то? Мне кажется, там уже второй ряд там чик-чик дорисовать. И как будто получится. Красно-черный хотите? Давайте красно-черный. Время сколько я успеваю? Наверное, не успею. Но давайте попробуем. Я еще с этими плотненькими красно-черный не делала. Будем пробовать. Стразики, стразики, точки. Ну да, там все. Девчонки надо дополнить хотят. А, дизайн? Да вот тут красно-черный. А я бы, знаете, как, например, если вот дорисовать второй ряд вот здесь вот так вот полосочки еще, получился бы как будто камушек граненый. Нет, ну так-то там можно включить фантазию и работать. Нет, там вот девчонки предлагают. Тема градиент, мы ее и сделаем. Мы тут включаем фантазии. Дубровский. Знаком ли вам этот цвет? Дубровский. А кто? Людмила у нас, это что такое? Дубровский. Наносим. Она думала, что на сайте ошибка. Пока время есть, я им лучше красно-черный покажу. Потом мы будем убегать. Играться, играться, да, девчонки. Вообще, это геометрия, там, три палки нарисовал, тут поставил. Вот тебе и красота. Минимализм. Отправляем в лампу. Твой любимый дубровский пошел в дело. Так, теперь черный цвет. Черный, черный, черный. Че, дубровский, ты уже и ляльку нянчишь? Угу. Слушайте, знаете, что хочу вместе с вами попробовать? Попробовать разнести его липкий слой. Давайте попробуем. Интересно получится. Нет, с этой густотой. А, Настя, рискнем? А получится потом... Свет должен быть сверху, правильно? Можно по-разному делать? От темного света... Абсолютно, да. Это все зависит от вашего, скажем так, пожелания. Так, ну-ка, я сейчас попробую по-сухому потянуть. Опять откуда-то притащила. Ну-ка, 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 что получится у нас? Поглядим. Прикольно. Нет, смотри, немножко получаются дыры. Так, ну мы сейчас... Угу. Мягко не идет. Мяу-мяу-мяу. Мягко не идет, значит, будем сейчас исправлять. Сделаем тоненько красный, встречно. Вот так вот, до половины. Так. И еще немножко нанесем черного, потому что я его размазала. Ну, то есть возвращаемся в исходное положение, которое у нас с вами было до этого. Так, немножечко берем черный цвет на палитру, как я говорила. И аккуратно. И аккуратненько готовим кисть к работе. Бабулечка не на тебя, она вон, инстаграмщица у тебя. Бабулечка. Прости, пожалуйста. Бабулечка, да, бабулечка. Я все расскажу вашей внучке. Как вы, когда она плакала, были вы в этом, да? Да я, видишь, давно уже не выходила, пока рождалась моя внучка. Поэтому пусть она на меня не обижается. Потираем кисть. Нам не надо много черного. И аккуратненько продолжим. У вас внучка появилась, Лену Вик спрашивает? Да, у меня внучка 17 октября, Леночка родилась. Кисточка единичка, Калинский. И я стала бабушкой, бабушкой. Сделали из меня дети бабушку, стоюшку. Спасибо. Ты все прикалываешься? Да. А как еще раз на татарском нанайка и... Это не татарский, это... Так, татары говорят в Башкирии, нанай. А по-другому? Абика. Если татары казанские, то Абика. А вот мне мама сказала, что у них в Башкирии так и называют. С одной стороны Абика, с другой стороны нанай. Да ладно. Знаешь, каждый по-своему с ума сходит. Я кисть немножко прочистила. А то у меня там что-то подприсохло. Присохло. На Тувашском лови же Кугамайка. Кугамайка? Это как? Бабушка. Нет, со стороны... Это я не знаю. А может быть и Азане. Я не помню. Господи, сколько у меня названий, да? А в этом еще? Смотрите, я не сушу, а беру и еще раз добавляю красный вот сюда для того, чтобы вернуть сюда. То есть я еще не сушила, поэтому у меня все время происходит смешение Кугамайка, Кугазейка. Опять у меня тут все торчит. Вытираю кисть. И мне надо убрать вот этот черный-черный-черный отсюда. Вот так. И снимаю все. Так. Убираем. Так. И снова идем наверх и снова сглаживаем цвет. Сейчас я его... Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Нам нужен веничек. Привет, девчонки. Всем я не машу, чтобы не шатать телефон. У нас тут подвязаны два друг на дружку почти. А так бы помахала всем. Инстаграм. Перископ, спасибо за сердечки. Так. Дальше мне бы салфеточку чистенькую. У меня уже уеду на кисти сколько, а я не могу никак ее снять. У меня просто рука съехала. Локти. И вот так вот штампуем, штампуем, штампуем. Почищаем. Сложно делать такие цвета? Конечно. Это самый сложный градиент черно-красный. И я вообще его не понимаю, кстати. И я не очень люблю. Кому он может нравиться? Нет, если взять какой-нибудь бордовый, например, с красным смешать. А вот черно-красный, ты какой-то не просто вам попробую. Ты не делаешь, Настя? Вообще градиенты? Ну, черно-красный. Нет. Я просто знаю, что ты градиенты делаешь. Очень редко. Очень-очень. Блин, кого-то. Только убиваю. А черно-белый? А может это дарсонвальд? Девочки, ну это ужасно. Смешивать несмешиваемые цвета в градиенте. Зачем вы сами себе придумываете, простите меня, вот тот самый, который, это, геморрой. Который так называется. Черно-белый градиент и черно-красный. Черный вообще все цвета пачкает, я считаю. Ну, вот он превращает в какунаку какую-то. Нету красивого вот этого перехода. Нет, он есть, но надо... Ну, в смысле, да, я имею в виду, ну нет, ну... Когда смешиваешь каких-то там два, например, сиреневый с розовым, между ними получается переход вот этот красивый, да, новый какой-то, сиренево-розовый. А вот в черном я нет. Я один раз в жизни его делала. И чё? Мне кажется, это же клиентки делала один раз. Ничего, ну чё? Просит, сделали. Угу. Ну, вот это тот градиент, с которым нужно тупо повозиться, да? Вот такой градиент должен стоить 200 рублей ноготь. 200 долларов. Чем сложнее работа и дольше времени занимает, тем... Хочется это, слышишь? Кричать себе шайбу, шайбу, слышишь, да? Слушайте, я себе так ногти хочу переделать. Смотрю на ваше, мне стыдно делать себе. Когда у вас такое, друг? Конечно. Боже, сколько отросших. Тебе уже давно пора покраснеть от моих ногтей. Ты всё никак не краснеешь. Я ж тёмненько, я в градиент уйду. Смотри, сколько народу видит, в каком я состоянии, а всё из-за тебя. Нет, не лед не пишут. Трансляция останется, да. С камеры ушли. Ну вот пришли вроде девочки мы, да? А, опять ушли. Немножко пониже носу. Ага, спасибо. Тихончик мой, бердык. Смотри, у меня там ворсинка одна опять шатается и снимает. Будем? Да-да-да, Лен. Эх, Настя, чё я вам скажу про Настю, в обморок упадёте. Как скажу вы сейчас всё про тебя? Не скажите. А? Их всего 30 человек. А потом как разнесут, и всё знали. Ну-ка догадайтесь, чё я вам про Настю хочу сказать. Я на самом деле мужчина. Я её давно люблю, да? Лина фоткала. Я уже фоткала. Опять как-нибудь некрасиво. Да я хоть выкормлюсь, Лина. Надо это конкурс, отгадайте. Настя, замуж вышла не за моего сынулю. Не угадали. Я даже улыбнусь, что не успела. Лина. Я тебе язык показывала, на самом деле. Через маску? Ага. С артом очень легко делает градиент. Вот. С некоторыми цветами стоит повозиться, которые ты вот между собой. Вот так, да, девчонки прям присылают эти свои работы с градиентами. Говорит, раньше не получалось. Нет, Леночка, не постриглась. Пупперс, пупперс. Заинтриговали. Заинтриговала? Когда лялька Юля спрашивает. Какая лялька, Юль? Вон у нас уже в коляске тут трясётся. Ролики купила. Я могу только продать, Лена. Они у меня есть. И ролики есть, и сноуборд. Но это не то. Отгадывай по тону, слышишь? Выходите почаще в эфир, пожалуйста. Стараемся, девчонки. Ален, прям вот, видите, вчера выходили мы? Да. Вчера выходили, сегодня выходили. Не, позавчера. Это ты уже брешешь, мать. Да у меня уже. По полной. Сейчас я перестану, что-то эти ноги будут вот так делать. Сейчас получим. Ну, а как-то я просто куда-нибудь... Сейчас, как-то я шатать перестану. Может, тоже ляльку ждёт, спрашивает Лена, как бы. Да. Может, они тут все у меня с ума посходили. Мы же вчера, позавчера сказали... Ну, что же с Настей спрашивают девчонки? Мы же прикалываемся, что у Луизы есть дети, а она меня иногда тоже там дочь, ну, там уже по привычке всех зовёт, и меня дочь. И я говорю, вы мне полумать, я вам полудочь. И вот мы позавчера сказали в эфире, А, смотри, что я сделала. Луиза скоро станет ещё полубабушкой. А, значит, моя полудочь скоро принесёт мне полувнучку. Единичка, девчонки. Усыновили. Да нет, Леночка, у Насти будет ребёнок. Нет, нет, она про меня. Меня усыновили. Да, да, да. Слушай, а, может быть, она кряхтела, кряхтела. Я не чувствую. Да, 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 угадала. Может быть. Что я понюхала. Не хотите репетицию? Нет. Так, ну чё, какую-то, как кубяку, Насть, мы тут сделали. Такую, едва похожую на градиент. Спасибо, девчонки. Вот я и спросила, когда лялька, вон, Юля уже спалила меня как-то. Да? Она меня чувствует, мы чё. Уже сколько лет-то вместе, да, Юль? Спасибо, девочки. Смотри, я вот здесь сейчас немножко промою основной цвет. Да? А там как? Нет. Я даже репетировать не хочу, боюсь. А что с ней делать спереди? Всем бы такую, как у бяка уметь делать. Нет, как и бяка немножко. Надо сидеть и поправлять. вот тут, вот, например, сейчас. Так что скоро у нас Анастас будет мама. Вот, проходит подготовку, нянчит мою внучку сейчас в офисе. Мамай, ты скоро закончишь, а то мы тут все в истерике бьём. Нет, нет, я сейчас не истерил. Я что, ты не истерил. А то я сейчас истерил. Нам уже так мало. а что вы истерите? поменять не можете ребёнку подгузник? Красавицы мои. Она просто напугала. Она уже как на мальчик, а что она умеет? Так, ну что, отправляем в лампу? Нет, вот здесь, смотрите, дыры вот. Девчонки, Лина, мы в перископе, спасибо, Юлечка. Ничего, у всех девочек есть дети, у кого нет, скоро будут когда-нибудь, поэтому все понимают, когда рождается ребёнок, лучшая тема это какашки, любимая тема. я больше одного ногтя такого градиента делать отказываюсь. Я бы тоже, я бы вообще нафиг отказалась. Ну вот я специально стала делать его, потому что знаю, что это очень сложная довольно-таки тема. Цвета, девчонки, это 55-й дубровский и 002-й чёрный. То есть, красный и чёрный попросили. Самый сложный градиент показать. вот Луиза. Вот я пытаюсь сделать чего-нибудь. Пихтит. Всё, я отправляю в лампу, не хочу дальше делать. Там ещё, конечно, повозиться. Ой, есть над чем. Уже пахнут. Кажки, это нормально. От того момента пока не... Да, вот она, наша красотуля. Уснула, что ли? А, отражающий маникюр у вас, Луиза, какие цвета? Уснула, Анютка, 32-й. Какой 32-й? 90-й. Ой, это уже 90-й, 85-й. Будете так искать? да. 96-й? Да. Да, 96-й. А у меня 50. Какой у тебя? 54-й. Смотри, вот что у меня и что у тебя. Я уже хочу переделать. Сарича, совесть есть Дубровская. Поэтому не переделала чтобы потом мне с очищением день не прийти и стыдно не было. Да, 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 это точно. Я знаете, какие хочу? Зеленые. 225-й, 200, какой-то еще не помню, короче, и матовые, ватовым их покрыть. Вот. И матом их покрыть, да? Красивый у вас что-нибудь про крытьен. Да, когда болеет, это кошмар. Слушай, я достала старый топ засохший. Мне нравится ваша марка, вы молодцы. Спасибо, Олечка, большое за признание. Какобяка отправляется в лампу, покрытая топом. И, в общем, вот так, девчонки, дерзайте. Я вот этот хочу доделать. Не хочу доделывать уже. Я сейчас его доделала, надо фотографировать его. Не доделаю. Да зачем тебе это фото? Это же так. Ну, вот еще всякую гадость фотографировать, Настя. Вот знаете ли? Да. Некоторые такую гадость фотографируют? Знаю ли. Такую гадость фотографируют? Пусть некоторые фотографируют. А у нас? Когда ждать малыша? На Новый год. Как бы мне на свой день рождения не родить. У меня день рождения 29 декабря. А срок у меня вот как раз там плюс-минус туда-сюда. Неделя. Плюс-минус туда-сюда. Возьмешь и родишь на свой день рождения. Выходи, доделывай. А что, она может и не выходить, а прямо здесь. Садись, рисуй, а я пойду. Нет. Планируете ли вы выпускать кремниевую базу тридцатку? Мне нравится Артнелл, но в Израиль идут посылки очень долго. Да, они за границу всегда долго идут, а иногда вообще за четыре дня в Испанию. Помнишь? Ой, не говорите, ага, по-разному вообще. Мы прям в обморок упали. Раз за четыре дня посылка пришла. Девочка будет у меня. Доченька у нас тут батальон женский целый. Мальчики у нас не рождаются. Гель прозрачный, жидкостроительный, непекучий. Девчонки, к сожалению, пока нет. Да, да, да. Ну ладно, девочки, давайте расставаться, до встречи, снова увидимся, снова чего-нибудь порисуем с вами. Сейчас я покажу. Что ты показываешь? Не видно, это там. А-а-а. Тоже хочу дочу, дочь, это круто. Да. Я тоже хотела дочу. Короче, заказала, получила. Вот. Заказала, получила, да? У нас кремниевые базы сколько? Подождите, тридцатки. Вы про какую кремниевую базу тридцатку говорите? Жесткая? Да, да, да. Жесткая у нас есть кремниевая база. Полтинник. А, полтинники, да. А еще кремниевая база медиум. А получился мальчик. А у нас вот медиум. Вот тут вот медиум, Кремниевая база прозрачная, они у нас по пятнашечкам уже, девчонки, 590 рублей. Медиумы мои ногти показывает. Мой френч. Носибельность ваша. 96-й френч. Все, девочки, всем пока-пока. Мальчика мечтала о девочке. Лен, дочери меня. Да. У тебя будет девочка и внучка сразу, Лен. Два в одном. Я тоже всем подростка. Пока она два в одном. Берите. Все, девчонки, всем пока-пока. До свидульки. Всем до свидания. Пока-пока. Так. А, поделись. Так она говорит, и так, моя невеста.